Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и это мой первый влог. На самом деле, я не знал, что я когда-нибудь буду снимать такой формат, но я думаю, что пришло время. В данном формате я буду рассказывать о себе, как я живу, буду рассказывать вам какие-то истории, делиться своим мировоззрением, ну и буду показывать, чем я вообще в свободное время занимаюсь. Если вдруг вам понравится такой формат, то поддержите его лайком, подпиской на канал и напишите после видоса, как вам вообще такой формат, как его можно сделать интереснее. Но если вдруг по каким-то причинам данный формат не зайдет, то я его все равно хотел бы продолжить выпускать, но тогда уже на втором канале, Джамбу Макс Лайф, где я веду стримы. В общем, продолжится данный формат или нет, будет зависеть от вас. И предлагаю вам написать свои вопросы в комментариях, на два топовых вопроса, которые собирают больше всех лайков, я отвечу в следующем влоге. Ну, так скажем, чтобы придать интересность следующему влогу. Итак, в этом ролике я хотел бы вам показать мою комнату, так скажем, провести некий рум-тур, просто его много кто просил. Показать, как я тренируюсь, да, я в свободное время занимаюсь спортом и познакомлю вас еще с шишей моей шиншилы. И начну я, пожалуй, с комнаты. Вот здесь я, в принципе, и обитаю. Это у меня, так скажем, игровой уголок. Этот угол вы чаще всего видите на стримах, тут я делаю контент. Здесь у меня стоят два Xbox, это Xbox 360, элитная версия, и Xbox One Fat. Глядя на такое расположение Xbox One Fat, многие скажут, блин, чувак, ему не хватает воздуха, положи его на другую полку. Но на самом деле, Xbox One Fat стоит здесь уже довольно-таки долго, и поэтому я не считаю, что ему как-то здесь плохо. Это мой 4К-шный телек, много кто спрашивает, есть ли у тебя 4К-телек. Да, он есть. Но на нем я чаще всего смотрю мультики, фильмы и тому подобное, и не использую его практически в играх. Потому что мне комфортнее играть на маленьких телевизорах на Full HD-шных. И если что, Full HD-шный телек, на котором я играю на стриме, находится вот здесь. Да, раньше, когда мы только-только купили 4К-телек, я играл только на нем. Но потом, со временем, когда я начал стримить, я понял, что на маленьких телевизорах мне играть прикольнее, лучше, и я намного, так скажем, больше чувствую игру, нежели на большом телеке. Поэтому в последнее время, а именно где-то месяца уже 3, я достаю вот этот Full HD-шный телек, ставлю его сюда и играю в свои любимые игры. Кстати, если что, на стримах вы видите вот такой вот ракурс. Вот так, в принципе, со стороны выглядит мой рабочий стол. Здесь чаще всего я ставлю вот так вот микрофон и записываю какой-нибудь видос. Тут у меня беспроводные наушники, которые подключаются к Xbox, и к ПК, и штатив. Кстати, многие, глядя вот на этот монитор, могут сказать, чел, смени, он довольно-таки старый. Да, я пытался сменить его, но в итоге не нашел подходящих мониторов, которые бы влезли в мой стол. Просто сейчас мониторы, они, по сути, уже огромные, и вот в этот стол у меня они просто не влезут. И чтобы он влез, у меня, грубо говоря, нужно вот это вот все сносить, что я, в принципе, делать не хочу. И часто моя комната превращается еще и в спортзал. Ну, поскольку я люблю заниматься спортом. Это мой спортивный инвентарь, гантели, 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 и 4 блина, 2 по 20 и 2 по 15. Также у меня есть турник, который превращается в брусь, и при помощи которого можно качать пресс. На самом деле, самый любимый снаряд мой. Ну, а также есть вот такие висюльки, которые помогают мне разрабатывать хват. Помимо этого, у меня есть еще очень клевая стойка, которая помогает мне делать жим лежа. Вот она, она нам сегодня понадобится, я покажу, как она разбирается, и немножко по треню. Также, помимо всего, у меня есть вот такая вот штука для боксирования и нунчаки. Также у меня еще был Герман, но у него треснуло лицо, поскольку там, видимо, был некачественный силикон. И мы его отправили в сарай, поскольку здесь уже некуда его ставить. Че вам еще показать? На этой полке у меня всегда лежит ствол. Ну, сами понимаете, да, мало ли кто-то не такой зайдет. На этой полке моя тачка. Да-да, я сам на нее заработал. Ну, а тут у меня фигурки. Если честно, у меня до сих пор почему-то осталась любовь к игрушкам. Именно к игрушкам, которые могут двигаться. Не просто к статуэткам, да, которые просто стоят, а вот именно фигурки, которые двигаются. Когда я вижу, например, по новостям, что выходит какая-то фигурка, мне почему-то ее хочется взять. Да, я понимаю, что это неразумно, что я, в принципе, должен с этого вырасти. Но вот мне нравятся фигурки и моя, так скажем, мини-мечта когда-нибудь себе приобрести фигурку от компании Hot Toys. Если кто-то не знает, что это за фигурки, это просто офигенские игрушки, которые, ну, просто офигенно сделаны. Когда речь заходит о фигурках, я сразу вспоминаю детство и, блин, у меня всегда были какие-то, ну, нереально топовые игрушки, которые по-всякому шевелились. Одна из самых любимейших моих игрушек была, это, пожалуй, фигурка по фильму Человек-паук 2. К сожалению, я не могу вам ее показать, потому что, скорее всего, она осталась по каким-то причинам в Хабаровске. Просто мы оттуда переехали, собрали большой контейнер и какие-то ящики просто не поместились в него. Да, если что, раньше я жил в Хабаровске. Контейнер доехал, все нормально, но Человек-паука в нем, к сожалению, не оказалось, поэтому, скорее всего, мой самый любимый Человек-паук остался в Хабаровске. К сожалению. Но в память о нем я купил вот такого вот Человеку-паука, он тоже достаточно прикольный, двигается. И, насколько мне не изменяет память, это серия Marvel Legends. Наверное, многие из вас, глядя на ствол, на машинку, на фигурку, скажут, блин, зачем тебе это все? Короче, коротко, у меня просто играет задница детства. Если вы вдруг хотите посмотреть, как рвет эта малышка, то ставьте лайки, если на этом влоге будет хотя бы 1500 лайков, то она появится в следующем влоге. Если вдруг у вас тоже есть какие-то любимые игрушки детства, но вы уже взрослые, то напишите об этом в комментариях. В этом нет ничего такого, я считаю. А тут у меня полка с пиратскими дисками. Чур, никому не говорить, что я пиратил. Договорились, да? На самом деле, это лишь малая часть пиратских дисков на Xbox 360, которые у меня были. Да, еще диски есть и вот здесь, но опять же, это все еще маленькая часть. Думаю, в принципе, о комнате я немножко вам рассказал, и поэтому давайте начнем тренить. Вообще вся тяга к спорту у меня была прям с самого детства. Всегда считал, что заниматься спортом это круто, это правильно. И, по сути, даже в нынешний момент я все равно придерживаюсь здорового образа жизни, не бью, не курю, не занимаюсь спортом, как вы видите. Вообще, на самом деле, турник стал капец какой популярный где-то в году 2014-2016. Пошли всякие турникмены, всякие акробатические элементы, ну, выход на две, солнышки там и так далее. Тоже, так скажем, болел всем этим. Тоже с пацанами ходили на турники, все это учили. На самом деле, даже сейчас на выход силы на две сделаю прям на изи. Вообще, стритворкаут это, ну, прикольная тема, если вдруг кто-то занимается, то напишите об этом в комментариях. Если говорить о данном моменте, то чаще всего я на турнике занимаюсь весом, кладу в рюкзак 20 кг и пошел до скольки смогу и дальше ниже. Сейчас же воскресенье, поэтому, в принципе, я работаю в легкую. Кстати, попробуйте в комментариях угадать, сколько за раз я подтягиваюсь. Кстати, насчет этих весюлек. Я с детства всегда любил лазить по деревьям, всегда лазил по косякам, прыгал там по гаражам. И как-то раз меня родители отверли в специализированный центр под названием скалодром. Если честно, в Хабаровске, вот на мою память, это самый крутой скалодром, когда я либо видел. К сожалению, профессионально я не занимался им, но хотел бы, у меня даже готовы были бесплатно взять туда на тренировки, но мы не ходили туда, поскольку нужно было далеко ездить от дома. Но любовь к этому спорту у меня осталась, скажем ей, поэтому я купил себе вот такие весюльки, чтобы разрабатывать хват. Вообще, природно, у меня хват очень слабый, то есть запястье, кисть у меня очень слабая, легкая. Вот, и при помощи таких вот штук я, грубо говоря, просто вишу и его разрабатываю. Очень важный совет, прежде чем висеть на таких вот штуках, всегда разминайте пальцы, поскольку если вдруг просто повиснете без разминки, пальцем будет бобобо. Вот так, в принципе, я и вишу. Со стороны может казаться, что висеть на них очень просто, но это не так. Что касаемо брусов, я их полюбил не так давно. Вот в школьные годы я просто ненавидел их, мне было реально тяжело на них работать. Но потом, со временем, когда я уже учился в универе, я к ним привык, начал на них упорно заниматься, и более-менее стало на них легко работать. Но в школьные годы я просто вот просто не понимал, блин, насколько тяжело. Все ребята там нормально делали, как-то им легко это давалось, а мне наоборот. То есть, если сравнить бруси и турник, то турник мне дается намного проще, чем бруси. Вообще, в самоизоляцию я тренить стал намного больше, чем когда работал, поскольку, когда работаешь, времени и сил, по сути, нет. Приходишь с работы, тебе как бы хочется и контент сделать, и поиграть. В итоге надо потренироваться, и приходится выбирать. В самоизоляцию с этим, конечно, попроще. По сути, ну, свободен почти целый день. Поэтому для тренировок в последнее время стало больше времени. Если по-честному, иногда одному не хочется заниматься, нет какой-то мотивации, нет какого-то соревновательного духа. Но когда врубаешь музон, появляется сила, появляется та самая мотивация, и появляется хотение тренироваться. Кстати, эту стойку я покупал вообще где-то лет 5 назад. Как по мне, это одна из лучших вещей, чтобы тренироваться дома. И жим можно поделать, и всякие упражнения на грудь, на руки. Можно ее просто как скамью использовать. Можно также качать ноги, если присоединить эту фигню. Короче, многофункционально прикольная вещь. По-моему, на то время я ее купил за тысяч 7. Если не больше, конечно. Одному тренировок еще и опасно, к сожалению. Когда ты пытаешься взять какой-то большой вес, то приходится просить кого-то подстраховывать. Чаще всего я прошу это делать брата, но он чаще всего, конечно же, гуляет. И иногда приходится выбирать. Либо, так скажем, ты не рискуешь, либо дожимаешь, но задыхаешь. А еще у меня в последнее время болит вот здесь вот плечо. Как-то раз я поднимал гантели перед собой, ну, делал вот такое вот упражнение. И после этого у меня жуть как болит вот это вот плечо. Я не знаю, что с этим делать. Она, наверное, болит уже на протяжении недель-трех. Я, конечно, пытаюсь не трогать. Ну, пытаюсь. Но ночью, когда встаешь, она ужасно болит. Всякие протеины, какие-то добавки я не употребляю. Всегда был против этого. То есть, если ты занимаешься, ну, для себя, я считаю, что лучше заниматься без всяких вот этих вот штук. Так скажем, в натураху. Да, я понимаю, что в протеинах тоже нет ничего такого, но я не люблю это. Люблю просто коктейльчики поделать. Молоко, банан, мед, там, овсянка. Короче, мешаешь это и вкусненько. Занимаюсь чаще всего я просто для себя, без фанатизма. Раньше, да, я, конечно, в какой-то момент хотел быть большим, но потом я понял, типа, для чего мне это? Вообще, по секрету скажу вам, никогда не был в тренажерном зале. Никогда. То есть, да, может быть, я рядом проходил, но никогда в него не заходил и никогда там не тренил. Просто у меня такая позиция, если ты хочешь заниматься спортом, не занимаешься этим профессионально, то, в принципе, ты можешь заниматься своим весом дома. А если у тебя чего-то нет, то ты можешь, в принципе, такое докупить. В принципе, такой инвентарь стоит не так дорого, как многие думают. Турник гусь, я думаю, достаточно для человека, который хочет просто изредка заниматься спортом. Чаще всего занимаюсь в понедельник, в среду и пятницу. В понедельник у меня грудь, трицепс, в среду у меня руки и спина, и в пятницу у меня день ног, которые я прогуливаю. На самом деле, у меня с ногами вообще какая-то беда, я просто не могу приседать. То есть, мне приседания отдаются, наверное, сложнее всего, поскольку у меня просто жутко трещат коленки. И я не знаю, что это, а идти в больницу я не хочу. Как бы бегаю, прыгаю я нормально, а вот именно приседать с весом или просто приседать, ну, делать приседы, я просто не могу, у меня разрываются колени. Сейчас я вам даже покажу, насколько они трещат. Вот мои колени и попытаемся просто присесть. Ну, вы понимаете, да, суть вот моей проблемы. Да, иногда боль пропадает, я могу приседать, но чаще всего у меня творится такая фигня. Поэтому, если вдруг у кого-то такая же проблема, то напишите в комментариях, как вы с ней справляетесь. Может быть, это, ну, какая-то болезнь или что-то. Также я тренирую шпагат, стойку на руках, иногда боксирую перед зеркалом, вспоминаю тренировки по боксу. Ну, и хочу научиться заднему сальту с места. Ну, просто хочется. Вообще, в детстве я занимался гимнастикой, тэквондо. В универе я ходил на бокс, ну, а в школьные годы, и в том числе в универе, я еще и поигрывал в футбол. Но со всем этим у меня почему-то не срослось именно профессионально. Так, чисто для себя, я этим продолжал заниматься, но, опять же, не профессионально. Если вдруг у вас остались какие-то еще вопросы, то напишите их в комментариях, постараюсь в следующем влоге ответить. Короче, как-то так проходят мои тренировочки. Шиш, скажи привет! Вот она, моя кроха. Да, тебе все интересно, что это за камера, почему тебя сегодня снимают, да? Вообще, шиншиллы — это необычные животные, они относятся к грызунам. Ты моя хорошая, ты моя хорошая, ути-бути-бути-бути. Вообще, шишка — это мой подарочек на день рождения. Мне тогда говорили, либо ты покупаешь игровую приставку PlayStation 3 или Xbox 360, либо покупаешь домашнего питомца. Ну, как вы видите, я выбрал и то, и другое. Не, ну если по факту, то на тот день рождения я все-таки выбрал шишу. Такого вот грызуна. Я вообще понятия не имел на то время, что такое шиншилла. Ну что, 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 что ты, моя халовка? Шиш у нас практически постоянно живет в клетке, мы иногда выпускаем ее по дому погулять, но очень сильно за ней смотрим, поскольку этот пушистик может что-то погрызть. Вообще, мы с шишкой очень часто по вечерам разговариваем. Она смотрит телевизор, когда мы ужинаем, да, шиш? И это все интересно. Если, кстати, кто-то не знает, как они моются, погуглите, это очень смешно, они купаются, короче, в песке. Если хотите, я как-нибудь вам покажу это. Вообще, шишка у нас долгожитель. Когда мы недавно вызывали ветеринаров, шишке было плохо, они удивились вообще, что есть столько, поскольку по их опыту шиншиллы живут там около пяти лет. То есть, говорят, мы приезжаем на вызов, а там шиншилла трехлетняя, и она уже якобы задыхается. Ну, шишка у нас живет, радуется жизнью, да, шиш? Скажи, я еще... Ого-го, да, старушка наша? Вообще, у нас было две шиншиллы. Сначала, так скажем, мне подарили шишку, а потом у нас появился Мишка, у них были шиншинята, или шиншилята, не знаю, как правильно, не помню. Вот, и было, по-моему, 3-4 шиншиненка, и мы их отдали в добрые руки. Но потом, к сожалению, Мишка умер, но, скорее всего, от естественных причин, именно от старости. Вот, и осталась у нас только одна шишка. Шишка у нас любит траву, сено, гранулы, и оставляет после себя вот такие вот шоколадные семечки. А вообще, если кто-то не знал, то из шиншилл делают шубы, варежки, то есть это очень дорогой мех. Вообще, на самом деле, не понимая, как таких созданий можно вообще трогать в таких целях. Они же такие милые, да, шиш? Не, ну разве не милаха, а? Смотрите, какая она прикольная. На этом, в принципе, я думаю, закончу свой первый влог. Если вам понравился такой формат, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях. И большое спасибо вам за просмотр, до новых встреч. Да, шиш, ну куда ты убежала? Спасибо за просмотр.